Мы должны нарисовать крестик, чтобы дуга купидона получилась симметричной. Все углы в дальнейшем, конечно, мы будем округлять. Если мы опустим перпендикуляр вниз на нижнюю губу от каждой вершины, ровно под ними вы заметите линию, которая будет прямой. Да, у кого-то эта нижняя линия может быть короче или длиннее, чем сами вершины, но она прямая. Чтобы сделать дугу купидона не такой четкой, можно просто поставить плоскостью-карандашом острием наверх и провести из стороны в сторону. Теперь все это нам нужно соединить с уголками рта. Линия от вершины до уголка рта, она прямая, как отрезок. И проводить ее нужно не просто по цветовому контуру, иначе, смотрите, вы сильно уменьшаете свои губы. А по анатомическому контуру вот эта выпуклая часть, это все еще ваша губа. Соединяем вершину и уголок рта по прямой. Вам будет удобно это делать, если карандаш ваш будет лежать. Линия аккуратная и прямая, как отрезок из точки А в точку Б. И еще раз напомню, двигаемся мы по анатомическому контуру. Линия выходит на эту выпуклую светлую часть. Ну и со второй стороны мы делаем то же самое. От уголка рта до вершины соединяем по прямой, выходя на эту выпуклую часть. Держим карандаш плоскостью, острием можете вести от уголка, чтобы это было удобно. С нижней губой та же история. Карандаш держим острием от уголка, чтобы выводить линию аккуратно. Это линия прямая. А округлить уже мы можем все углы на нижней линии или дугу купидона. Ну а дальше по желанию вы можете заполнить пространство все карандашом, как это делаю я. Можете нанести какую-нибудь помаду.